Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об иммиграции в Канаду. Канада является самой популярной страной среди граждан России и граждан СНГ по иммиграции. И Канада это страна, которая борется с нелегальной иммиграцией, открывает новые пилотные проекты, программы по иммиграции с упрощенными требованиями к соискателям, к иммигрантам и открывает все новые и новые квоты для иностранной рабочей силы, для иммигрантов. Прежде я хочу сказать о себе два слова. Кто я такая? На сегодняшний день я основатель уникальной и результативной онлайн-школы английского языка EnglishFest. Это даже не школа, а такая обучающая система, где человек, приходя со своими целями и задачами, получает уже результат не просто знания английского языка, а также реализацию своих долгосрочных целей. Создавая эту обучающую систему EnglishFest, я основывалась на трех направлениях, которые дал мне мой личный опыт. Первое. Я более 15 лет являюсь HR-консультантом в международных компаниях и также работала HR-менеджером в компании. Я являлась собственником кадрового агентства на протяжении 8 лет и я по образованию лингвист. И таким образом проект EnglishFest стал существовать. Когда, приходя ко мне, мои клиенты, студенты, ученики в разные периоды жизни, я получала от них обратную связь. И когда мы начинаем изучать английский язык, то мы это делаем для чего-то. И основная масса всегда мне говорила о том, что, ой, я хочу найти работу в крупной международной компании, или я хочу эмигрировать, или найти работу в США или Канаде. Поэтому EnglishFest стал существовать. Мы даем консультации по эмиграции в Канаду, но эмиграция в Канаду невозможна без знания языка, именно потому, что она борется с нелегальной эмиграцией. Итак, сегодня мы говорим о пилотных проектах, которые запускает канадское правительство. Наряду с федеральными программами по эмиграции существуют еще и пилотные программы. Пилотная Атлантическая программа. Суть данной программы в том, чтобы решить дефицит рабочей силы в Атлантической Канаде. Пилотная Атлантическая программа – это новый шаг в эмиграционном плане Канады. Стартовала эта программа с 2017 года, и к 2022 году они планируют привлечь в провинции Атлантической Канады более 100 тысяч эмигрантов. Чем вызвана потребность создания данных пилотных программ? Именно дефицит рабочей силы в данных регионах, в данных областях. Не секрет, Канада имеет тенденцию к старению населения, и относительно старения населения рождаемость достаточно низкая. Также из этих областей население уезжает в более крупные города, такие как Ванкувер, Оттава, Торонто и так далее. И чтобы закрыть дефицит рабочей силы в данных регионах, Канада открывает пилотную программу, Атлантическая, Атлантическая пилотная программа. Значит, кто может поучаствовать в данном проекте? Это люди с высококвалифицированными профессиями, то есть высококвалифицированный персонал, это инженеры, врачи, медработники, учителя и так далее, IT-специалисты, конечно же. Но также достаточно высокий уровень потребностей в низкоквалифицированных сотрудниках. Это и уборщики урожая, уборщики, это младший медицинский персонал, это официанты, таксисты, водители и так далее, так далее, так далее. Няни, сиделки, достаточно большой перечень профессий. Чтобы стать участником данной программы, вам необходимо иметь на руках джоп-оффер, то есть предложение о работе от канадского работодателя. Второе, это нужно иметь индивидуальный план, иммиграционный план по переселению себя и своей семьи в одну из провинций Канады. И третье, подтвержденный английский язык или французский, но в данном случае мы будем говорить об английском и об международном экзамене IELTS. Что касается этой программы, пилотно-атлантическая программа, она под участниками этой программы работодателям из Канады больше не нужно получать специальное разрешение о найме трудового персонала, то есть рабочей силы из-за границы. Вот то нашумевшее, лейбор, маркетинг, это еще больше упрощает эмиграцию в провинции Канады. Что касается перечня профессий, то он достаточно широк и разнообразен. И что касается английского языка, то по международному экзамену IELTS вам нужно набрать всего 4 балла. И это, ребята, на самом деле не высокий балл по IELTS, потому что он приравнивается к Pre-Intermediate или Lower Intermediate Level по общеевропейской шкале оценивания языков. И вам необходимо иметь, обладать общими знаниями языка и говорить на принятые общие бытовые темы. Достаточно несложно подготовиться к экзамену и набрать эти баллы. Есть еще один пилотный проект, и называется он пилотный проект по переселению, по приему иммигрантов в 11 северных сельских городов Канады. Этот проект стартует в 2019 году, и по нему тоже очень снижены все требования. Что нужно от кандидата? Джо Поффер, приглашение от работодателя. Второе. Миграционный план, подтвержденный английский язык на уровне 4 балла по IELTS. Ну и, собственно, все, перечень профессий тоже достаточно велик. В данном видео мы поговорили об пилотных проектах. В следующем видео я расскажу о самых востребованных профессиях как высококвалифицированных сотрудников, так и низкоквалифицированных сотрудников. Начните действовать, начните изучать английский язык, и, возможно, Канада станет вашей второй родиной. See you next time. До свидания. Увидимся.